Привет! Немного слаймов вам в ленту и конструкторов в нем. Сегодня у меня продолжение обзора. Эй, вот эта штука, по-моему, пищала на выходе. Как раз не сняли ее. Купил, купил. Не украл. Нет, просто, типа, видимо, штрих-код. Как-то странно. Короче, это Мегаблокс. Помните, драконы, слаймы, большое яйцо. В этот раз два яйца. И они небольшие, они маленькие, но они вот такие. Это не просто яйцо, а Crystal Creators. 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 Crystal. Мегаблокс. Вторая серия. Вторая серия. Там должны быть некие волшебные существа. Просили у меня, чтобы я сделал обзор на них. Там были драконы, а здесь вот такие вот сказочные, волшебные, но тоже такие мифические, немного демонические существа. Все равно, несмотря на то, что они вроде прекрасные, но такие. Может быть, три разных составляющих там внутри, я так понимаю. Слайм какой-то такой, секой и третий. Само яйцо разное, как вы видите. Одно вот у меня синенькое, голубенькое. Есть еще какое-то то ли розовенькое сверху. Снизу синенькое вверху, внизу такая темная синяя. Здесь голубенькое вверху и такое практически светло-сиреневое или светло-розовое. Ну, вот какой-то такой цвет, вы поняли. И это типа как бы рассчитано на девочек, но в целом такие существа сказочные, мифические, имеют право все получить. Поэтому тут не так, что прямо оно девчачье какое-то такое. Вот такое вот яичко. Посмотрим на него. Стоило оно, между прочим, 700 с лишним рублей. Одно. Если в прошлый раз большое яйцо, которое я показывал, оно что-то в районе полутора тысяч стоило большое с двумя драконами. То есть здесь как бы тоже два, но маленьких. Хотя нельзя, к сожалению. К сожалению, нельзя. Не продумали. Может было бы прикольно так сделать. Сверху есть пины и снизу есть пины. Лего совместимые, кстати, ровно так же, как и Мегаблокс. Давайте откроем. Ой, ну, собственно, как и сами конструкторы Мегаблокс, эти яйца Мегаблокс тоже лего совместимые фигурки и пины все. То есть можно с лего всякими вашими конструкторами, если для девочек это лего фрэнс. Посмотрим. По идее тут в этих яйцах могут быть даже в одинаковых... Все, это какой-то кошмар. Даже в разных яйцах могут попасться одинаковые фигурки. Если мне так повезет, это будет не очень круто. Вот это я распаковщик от бога, конечно. Просто как так можно было? Перфа линия же есть, но она не рвется у меня. Ну, не рвется у меня линия перфа. Перфа линии у меня не рвутся. Что поделать? Вы знаете. Смотрите, вы кого-то, ну, не рвутся. И все, тут вот такой вот я красавчик. Все, вот так. О, ничего себе. Смотрите, как интересно сделано. Части входят друг у друга вот таким образом. Немножечко, видите, с зазором. Как будто яйцо вылупилось, но частично. Или вот когда бывает, очищаешь яйцо, под ним пленка. Это типа эта пленка? Возможно. Не знаю. Как бы узнали? Согласна. Сейчас посмотрим. Оп-ц. И внизу ничего, просто кейс. А здесь, о, как интересно. Ну, замутили, так замутили. Ну, замутили, так замутили. Так, у нас здесь что? Присутствуют некие шарики. Вот причем в таком, видите, сосуде, как будто в какой-то колбе. А? Видите? Вот. Колба. И типа мы должны здесь срезать или просто сорвать. Да. И вот эти... Это просто пенопластовые шарики. Вот. Ну, они ведут себя как пенопластовые шарики. Как еще могут вести себя пенопластовые шарики? Как пенопластовые шарики? Вот таким вот типа электризуются и вон прилипают все. Естественно. Просто пенопласт. Это просто, которым можно добавить. Ну, хорошо, что его добавили не сразу. Мне кажется, иначе бы он испортился. Ну, а вторая тема у нас здесь вот в этой вот булькающей, хлюпающей коробочке. Точнее, не коробочке, а вот пакетики. Вот такой вот слайм какой-то внутри. Пока не очень понятно до конца какой. И детали какой-то... Какого-то персонажа. А также внутри есть вкладыш. Довольно большой. Или тут несколько их. Я просто один, но обо всем сразу. И как собирать этого персонажа, я так понимаю, у нас вот этот. Спойлер, спойлер, понятно. Ну, ладно, посмотрим вживую. И вот какая коллекция может попасться. Есть еще вот какие-то такие варианции. Как-то их можно из каких-то... А, видимо, есть большое яйцо тоже с ними. Что? Или просто... А, это просто написано, что их можно комбинировать, объединять и всякое такое. Ну, ладно, хорошо, уговорили, попробуем. Итак, вскрываем. Как бы явно тоже какой-то кристалл сделан в виде кристалла. Кристалл, в котором внутри слизь. Много ли вы видели таких кристаллов? Ребята, из Мегаблокса вы чего-то, по-моему, немножечко не знаете о кристаллах. Внутри кристалла нет слизи. Но это волшебный кристалл, поэтому, может быть, в нем типа есть. В целом, здесь вот, кстати, с этой стороны все прозрачно и можно увидеть. Я думал чуть-чуть оттянуть момент сюрприза. Так, слайм. Куда мы будем это все вываливать? В прошлый раз это можно было сделать в яйце. Видимо, здесь это все не получится сделать. Так, я понял. Окей, ну, хорошо, как скажете. Так, это что? Это деталь? Да, это какая-то деталь. Какое-то сердечко или что? Это деталь? Вот скажите мне, это деталь или что это? Это нитка какая-то. Почему? Что она здесь делает? Это деталь или не деталь? Зачем здесь нитка? Я на всякий случай отложу, но такое ощущение, что здесь просто кто-то забыл нитку. Так, это у нас часть... Да, слушайте, довольно крупная получится, да, я так понимаю, штуковина. Вот это вот существо. Так, отложу сюда. Так, это какие-то рога. Я думал, будет совсем маленькая фигурка. Но здесь, походу, будет что-то интересненькое. Так, следующее. О, какие у нас рога. Это узоры. Это резиновые штуковины тоже. О, это, надеюсь, хвост. Так, лапа. Какой-то олень и лев. Вроде как олень, но в шерсти и с лапами, как у льва. Так, какая-то палочка. Палочка полицейского стеклянная. Так, это что такое? Это штука, в которой всё в слайме. Но неплохо оттуда достается, кстати. Почти всё достали, ничего себе. Кажется, с драконами было тяжелее в прошлый раз. Там оставались какие-то ошмётки слайма. Так, если не понимаете, о каком драконе, я говорю, вы посмотрите видео. Можете с Афродов мегаблокс набить. Или во вкладке видео там полистать вы найдёте. Так. Так. Ещё одна нога. Да, это типа... Даже больше вообще, почему я решил, что это олень? Потому что у него рога, но это же не рога. Это какие-то... Типа такая волшебная грива, наверное. Вот эти детали, из которых будет он состоять. Ага. А что тут, нельзя комбинировать, да? Супер-мега штуку. Ну и то есть, как бы просто написано, что можно соединять различные детали, а комбинировать, но, видимо... Да. Жаль, что с такой нет большого яйца, с двумя здоровыми волшебными существами. Но ещё раз говорю, не скажу, что они прям выглядят няшно, мультяшно. Так. Надо поискать повнимательнее, потому что в прошлый раз у меня довольно много деталей осталось в этом слайме. Слайм ничего так, нормально. На четвёрочку. Ну, на четвёрочку с минусом, потому что всё равно немножечко влага остаётся после него. И куда мы его? Мы его правильно должны, наверное, вот сюда обратно запихнуть. А теперь собираем, собственно, нашу мамашу. Я не знаю, как её зовут. Как его зовут? Как, скажите, как его зовут? А, мы же должны будем ещё шарики добавить. Ну да, ну да. Так, собираем Тулова. Собирается таким образом просто. Ножки. Так, а что только с одной стороны? Красивая роза, да? Одна нога у нас удостоилась только. Украшение. Да. Голубой розы. Интересно, разные материалы. Пластика, вот что я залип немного. Это пластик, странно, как резина, а вот это твёрдый пластик, но soft touch, мягкий типа на ощупь, а вот этот вроде твёрдый на ощупь, но мягкий на деле, сам прогибается прям. А этот твёрдый не прогибается, но на ощупь такой бархатистый. Интересно, материалы прикольные. Сразу скажу, сразу скажу, не буду таить от вас, что материалы прикольные. Так, это задние лапы у нас. Сразу устанавливаем цветочек, пока не забыли. О, украсил себя. Как будто он просто попой в репейнике ходил и немножечко цепанул на него. Так, ладно. Сюда, сюда. Не ргайте, я ж по-доброму. Шучу, шуткую, по-доброму. Егей, доброта спасёт мир. Вот. Или опять. А теперь мне кажется, что он меньше, чем мне казалось, когда собираю его, странно. Ну, сейчас рога сделаем. Подождите, я что-то всё перепутал, да? Куда это вставляется? Чего? Куда? А, у нас же ещё часть есть. Так, мне писали про эти части, вот про вот эти части, что они как-то со временем становятся прозрачными. И ничего не знаю. Что они вот эти вот элементы становятся прозрачными со временем. Ну, вот который... Вот здесь, смотрите, сейчас объясню, почему. О чём я? Кто скажет ещё, какие элементы становятся, с каким временем. Так как достать оттуда слайм. Палки выковырю. Хотя бы так. Короче, вот видите, вот этот элемент. Он вот такой вот тёмно... Тёмный... Тёмно-синий. Видите, какой он здесь? Он прозрачный. Он прозрачный. Ну, реально, прозрачная часть элемента. Видите? Другой. Он вот кристальный. Здесь у нас не кристальный элемент. И он не становится таким. Вот этот элемент ещё более-менее полупрозрачный. Хвостик-то. Вот так. Цепляем. А вот этот... Нет, нет, ребята. Нет, ребята. Я скажу вам, по секрету, всему свету всё перепутал. Аааа, заболтался с вами. Кверх ногами. Мишки гами. Всё не так. Но это быстро меняется. Хоба-хоба. Собираем. Вот это тоже пины. Которые... Не пины, а вот эти детали. Ну, сюда можно какие-то детали разместить. Не знаю, правда, какие. Так, устанавливаем. И эту штучку. И эту штучку. Так, сюда. Во лбу звезда горит. Роги. Так. А это у нас на попу ему. Вешаем. Так. Есть. Есть. О, какой лёвушка получился. Халёвушка. Ничего себе. В наростах. Грибок какой-то, видимо. Но симпатичный, слушайте. Нет. А теперь мне кажется, что нормально. Всё. Я убедился в том, что это нормальная фигурка. Фигурка здорового человека. Нет. Ну, типа, ну вы поняли, о чём я. И верёвка была просто верёвкой. Просто бонус, который там остался. Вот. Теперь мы можем просто вот так вот оставить его. Это довольно крупная фигурка. Красивая. Я не спорю. Я поэтому и взял. Я знал, что она должна быть красивой. И она красивая. Она правда красивая фигурка. Здесь это, ну, как бы, сто процентов. Да. Фигурка классная. Подвижная. Ничего не отваливается. Даже выглядит лучше, чем драконы некоторые. Ну, по крайней мере, это. Она в динамике. Вот такое мифическое существо. Ещё раз говорю, это не выглядит, как девчачья игрушка. А подойдёт, я думаю, всем. И здесь есть ещё вот такая вот возможность всё это дело на подставочку. Вот её насадить на эту штуку. И вот так вот она как бы летит. В прыжке можно сделать, что она такая прыгает. Хоба-хоба. Хоба. Вот такая вот она красотулечка наша. Котеечка. С синими штуковинами. Вот. Ну, и нам показано, что мы можем испортить слайм ужасным пенопластом. Слайм неплохой. Но для обзора, что поделаешь, высыпаем сюда пенопласт. Честно, не фанат я пенопласта далеко. Не самый большой его любитель. Так. И что у нас? Произошло чудо. Стало намного лучше. Ну, не сказал бы я, если честно, что стало намного прямо лучше, что изменилось прямо в положительную сторону. Динамика у нас произошла. Так. Давайте. Да высыпайтесь. Ну, вот сколько вы высыпетесь, столько высыпетесь. Честно, не хочу иметь дело с пенопластом особо долго. Все. Хорош, хорош, хорош. Все. Ну, вот столько хватит. Будет. Ай. Везде пенопласт теперь. У меня в пенопласта фобия. Если не знали. Ну, вдруг. Есть ли хейтеры? Если есть такие, конечно. Не, ну, наверняка кому-то у меня есть хейтеры. Кому-то подарили игрушку, которую я, мягко говоря, не похвалил. Вот. А ему мама принесла ее. И наверняка они прямо теперь ненавидят меня за это. Так. Туда добавляем вот эти шарики. И ждем, когда они, я не знаю, что они должны впитаться туда. Пока мерзко все. Это на ощупь так же, как, возможно, и на вид. У нас как будто больной плесенью каким-то грибком слайм получился. Кто придумал, что это весело и классно? Кому пришла эта гениальная идея? Мне еще кажется, он стал менее тягучим из-за того, что в нем появился дополнительный элемент. В виде пенопластовых шаров. И он не стал не очень приятный на ощупь. Действительно, как какую-то инопланетную заразу трогаешь. Возможно, опять же, это из-за пенопластафобии. Но не чувствую, что что-то волшебное это. И выглядит, может быть, ничего. Я не спорю. Может быть, вам нравится такое. Когда белые пупырки находятся в чем-то синим исклиском. У всех свои вкусы. Я никого не осуждаю за это. Вы можете любить все, что хотите. Хоть пенопласт. Хотя, у меня с вами тогда не по пути, наверное. Ну, ладно. Вот. Короче, вот такая история у нас получилась. Выглядит, может, и ничего. Необычно. Но на ощупь эти шарики все трогаются. Чувствуются. Прилипают иногда к рукам. Возможно, через какое-то время они идеально там все растают, впитают этот слайм. И будут волшебные кабабанги. Но пока такой себе. Вот. И что это такое? Это ее корм? Нем-нем-нем. Или это ее туалет? А, это ее точно. Это же кошка. Это же котик. Это кошачий туалет. Это... Так. Балк. Ну. Камон. Спасибо. Я думал, что все. Я пронзил ее навсегда. Но нет. И, короче, это кошачий туалет. Псык-псык-псык. Точно. Главное, чтобы сейчас не подумал мандарин, что я показываю на котике. Куда надо ходить. Так. Шары досыпаем. Потому что уж точно они... Пусть лучше они будут в слайме, чем... Не в слайме. Чем где-то у меня. Не хотелось бы, чтобы в моей жизни пенопластовые шары вообще существовали. Пусть будут вот здесь. Давайте ограничимся. Игрушка из ролика. Все. Окей? Все. Договорились? Пенопласт. Пожалуйста. Больше никуда. Ладно? Все. Я и так позволил тебе слишком многое. Закрываем яйцо. И вот в целом, да еще, если мы вспомним, что у нас есть же еще яйцо. Вот так это все выглядит. Вот за 700 рублей получаем. Нет. Я не спорю. Это какая-то красивая штуковина. Плюс, да, лего-совместимая штуковина. Плюс сборная модель. Плюс слайм. Плюс какие-то шарики, яйцо. Ну, в целом ничего. Опять лев из яйца. Пусть и волшебный. Но, ааа, хорош взрывать мне мозг игрушки. Давайте следующую посмотрим. Я очень сильно надеюсь, что там не повторка. И хотелось бы мне, чтобы была там не повторка. Вот такого другого цвета взял специально, чтобы была там не повторка. О! О! Фишка Мегаблокс, как мне тоже некоторые говорят. Это грязный. Типа вот такой необычный цвет пластика. Типа, вы видите, какой необычный цвет пластика. Синие вкрапления. Как по мне, Мегаблокс когда-то сильно облажались и сделали просто суперкосячный, короче, пластик, который был с разводами. Ну, по идее, у Лего такого никогда нет. Ну, то есть, в каких-то только эксклюзивных случаях, когда такого требует, ну, дизайнерская задумка. Но у Мегаблокс, видимо, не получился создать чистый цвет, и они решили сделать это фишкой, что у них вкрапления будут. Но! Я абсолютно вижу, что это дизайнерские, никакие не вкрапления. Это просто у вас не размешалась синяя краска. Вы посмотрите, ну, это не дизайнерская фигня. Это вот синие разводы, синий пластик. В нем плохо размешался, у них плохо размешивает станок этот, все пластики. И поэтому получается вот такой грязный цвет. Ну, что это такое? Это просто выглядит некрасиво. Это выглядит, как бракованная игрушка. Не размешавшийся синий цвет. Нет, не надо мне врать, что это у вас, типа, фишка-фигнишка. О, не пенопласт. Ура! И там, походу, другая фигурка. Так, так, так. Открываю, и тут у нас мохнатые махнушки. Вот такие вот пухнутые пухнушки. Не знаю, как они называются, но они были у меня такие в какующих этих слаймах. Помните, да? Кенгерсы. Вот такие же штучки здесь. Как-то почему-то где-то кто-то решил, что это должно быть прикольно. И у меня тут, походу, новый слайм. И новая фигурка. Я надеюсь на это, потому что вроде как я вижу, что он... Да, золотой Е. Круть. Интересно, а это как-то... Может, редкий? Может, какой-нибудь? Нет, не редкий. Давайте достаем. Вторая фигурка. Это хорошо. Это радует нас, потому что... Ну, когда повторки не очень круто. Ну, для ролика, да? Потому что кому... Нет, иногда бывает, что ты ждешь повторку, потому что тебе нравится именно эта конкретная фигурка, и ты хочешь... Или тебе нужны конкретные детали из этой фигурки, и ты хочешь, чтобы у тебя их было больше. Но в целом-то... В целом-то... О, Господи, выглядит мерзко, да? Почему в кристалле какая-то, да, отрыжка непонятная? Ну, ладно. Окей, хорошо. Это слаймы. У них такое предназначение. Вот это твое предназначение, слайм. Быть похожим на отрыжку. О, боже мой! Да ладно! Вы что? Вы серьезно? Вы издеваетесь? Мегаблокс. В своем репертуаре. Красиво, да? Ну, сейчас я объясню. Это рискин. Это просто... Другой цвет. Это то же самое практически. Смотрите. Это та же самая грива. Это та же самая голова один в один. А много таких? С просто другим цветом, типа. Это... Ну, вот эта штука другая. И она в этот раз здесь пластиковая, не резиновая. Да, согласен. Окей, эта штука другая. Но! Это тот же самый, тот же самый Тулова. Тулова-то ладно. Но ноги и все остальное. Мегаблокс. У вас не так много фигурок. И вы не такие маленькие деньги за них просите, чтобы, типа, просто делать рискины. Ну, то есть... Ну, или как это называется, я не знаю правильно. О, это детали от драконов. Возможно, хвост тоже от драконов. Да и может, туловище от драконов. А голову от какого-нибудь льва и просто из какого-нибудь набора? Мегаблокс. А? Да, у меня есть к тебе вопросы. Мегаблокс, а ты не халтуришь ли часом? Скажи мне, пожалуйста. Не делаешь ли ты из этих персонажей просто копипастый какой-то? Нет, они будут миленькие, я уверен. И симпатичные. Но мы сейчас получим просто перекрашенного такого же персонажа с парой новых деталей. А хвост, да, тоже такой же будет. Только не синенький. Не прозрачный никакой. И вот на ноге у нас, да, это, наверное, на ногу цепляется, да? И у нас здесь вот такой золотистый слой. О, что-то нашел еще. Вот здесь вот, конечно, какие-то клыки у него будут или что-то колючки. Что это? И, убирайся. Вот, можно было потерять их тут. Вот. Хорошо. Чуть позже к этому. Ну, смотрите, я просто, да, просто делаем так. Просто, просто собираем вот эту штуку. Вот. Здесь все то же самое, да? Хвостик, понятное дело. Здесь это будет, это у нас будет сверху. Ну, а как же, иначе еще. Ножка. Ножка, ножка, капитошка. Вот. К слову, кто не знает, это, опять же, тоже вот эти пины. Вот этот пин, например, лего совместимый. А вот это нет, это просто деталь, которая, типа, эээ, ладно, забейте. Мы не знаем, как сделать это сюда. Лего добавить. Просто мы сделаем просто один в один. Поза даже самая, та же самая. Мегаблокс. Стыдно. Ну, нет, ну за это серьезно. Ну, Мегаблокс. Ну, вы издеваетесь. Хорошо к вам относишься? А вы вот такое творите. Фигню такую. Просто берете и перекрашиваете те же самые фигурки. Учитывая, что, опять же, что это, типа, эксклюзивные. Ладно бы в наборах каких-нибудь было. Ну, я имею в виду просто в каких-нибудь наборах. Так, надо уже сообразить теперь, куда чё тыкать-то. Не круто. Вот это лев-олень, точно. Олень и лев. Вот ему рога надо воткнуть. Куда? Сюда? А, нет, не угадал. Слушайте, не угадал, куда втыкается алмаз. Да, они перехитрили меня. Во лбу у него звезда горит. Прямо в лобешник ему втыкается алмаз. А вот на бок втыкается ему щиток. Вот этот вот. Вот такая хобана. Да? И в него колючка. Да? И с другой стороны. Хобана. Ну, потому что воткнуть в ногу, которая не лего совместима, мы не можем. То есть, она у нас будет полюбас. У нас она будет вот как-то только так стоять. То есть, если мы захотим поставить её, вот только будет стоять. У нас всё. Без вариантов. Без каких-то других историй. Просто всё. Так, что куда ещё? Что? Вот это на спину. Да, ему? Вот сюда. Этими штучками, лепестками назад. Ну, тут прикольная деталь, кстати. Пластиковая такая, узорная. Очень красивая. Надеюсь, опять же, не украденная у самих же себя из драконов. Просто, ну... Если вдруг вы знаете, напишите. Если вдруг. Ну, я просто как бы немножко в растерянности оказался. От Мегаблокса его... Ой, красиво. Нет, красиво. Я не спорю. Я не спорю. Я не спорю. Да они все, походу, такие. Слушай, ну-ка. Давай поближе посмотрим. Они, походу, все такие. Нет? Приятель. Ну-ка, давай, фокусировочка. Давай. Оба, оба. Ну? Ну, давай, фокусируйся. Ну, что ты? О, спасибо. Так. Морды. Нет, вроде есть разные. Не пойму. Слушайте, Мегаблокс меня вводит теперь в сомнение. Мне кажется, что они все на одно лицо теперь после вот этой штуковины. Или нет? Есть типа лошадь, есть типа тигрик и есть типа ящерка, да? Есть три всего варианта. У меня есть такое подозрение. Короче, да. Ну, вы знаете, о чем теперь спросить Мегаблокс. Ну, как спросить? Нет, я имею в виду. Так, а вот эту штуковину вы классно сделали. Такую штучку, типа, ой-ой-ой, высыпается. Ничего отсюда не высыпается. Ваши пухлики, пуфики, штупики, пумпочки. Куда-то одна убежала. И вот она. Держим. И мы его сюда типа замачиваем. Ну, опять это как-то какие-то пухлые штучки. Надо все это в слайм. Зачем? Зачем? Что такое? А, лучше стало? Был нормальный вполне слайм? Нет. Они решили вот типа улучшить его вот этим вот. Ну, это, короче, гении-менеджеры. Просто еще он там не тонет в этой штуке. Постоянно оттуда, видимо, нужно, чтобы он намок вон там. Потому что он оттуда убегает. Вот получается такая вот штучка. Вы поняли, да? Мое мнение по этому поводу я думаю. Составляйте свое. Я считаю, что Мегаблок схалтурит-халявит. Выглядит вроде как на картинке. Это интересно. Мне казалось, что все-все-все абсолютно разные. Но, может быть, мне так попалось. Только два, конечно. Конечно. Ставь лайк, если хочешь, чтобы я проверил еще. Если этот ролик соберет какие-нибудь просмотры, ютюб его не задушит, не убьет, то я проверю и остальные. Но в целом фигурка, конечно, красивая. Конечно, приятная. Конечно, интересная. Но то, что они просто идентичные, детали идентичные. Все. Кроме нескольких дизайнерских элементов. Нет. Все одно и то же. Это не круто. Не круто, не прикольно. Две какие-то киси, у которых странные наполнители. Волшебные. Но, в целом, мне они понравились. На этом все. Пока.